рыбаки всем здравствуйте сентябрь на дворе получилось у меня нежданно негаданно вырваться на рыбалочку очень приехал на водохранилище половину дня посвятил спиннинговой ловли поймал немного окуней потом начал дуть ветер я приплыл привязался к такому вот бревну достал безмотыльную удочку и начал ловить прикормил местечко и в конечном итоге попалось мне несколько хороших рыб сейчас я попробую вам их продемонстрировать вот такие вот крупные сорожины грамм по 200 попались ну и решил я сейчас настроить камеру и немножко поснимать безмотыльную рыбалку с борта лодки как я уже сказал я привязался к вот этому дереву и начал методично облавлять место ловли и так получилось то что рыбка сегодня начала реагировать только на маленького такого чертика овсиночку это где-то 0,45 наверное грамма и на мормышку капельку вот такую с сырным кубиком и что самое интересное я сегодня использую кивки вот такие вот лавсановые в и п ссылку я на них вам оставлю в описании ну и в ходе рыбалки попробую рассказать как эти кивки работают и что мне в них нравится ну а сейчас давайте собственно говоря начинать я закинул сейчас немножко прикормки сюда еще дополнительно и думаю что рыбка все-таки на вечернем выходе должна поклевать как бы не то конечно чего я ожидал но окунёк попал значит старожок вот такой от лавсановый он выгнут немного вверх значит под весом мормышки он практически выпрямляется вот это позволяет строчку быть чуть более упругим чем есть сами свойства материала из-за этого игра получается очень четко то есть старожок моментально выбирает слабину вот и вы снова его загружаете очередным движением в принципе мне это достаточно сильно нравится но посмотрим как эти старожки проявят себя на морозе по крайней мере при плюсовой температуре трясут они весьма приятно вот клевочка была также данный старожок очень хорошо отрабатывает поклевки на подбитие то есть когда рыба следует за мормышкой и немного и и приподнимает ввиду того что старожок так изогнут чуть-чуть вверх то очень хорошо видно когда рыба слегка приподнимает мормышку во время проводки также очень четкий тряс этим старожком получается тогда когда его переворачиваешь кверх ногами получается и он и так изогнут немного так он получается загружается еще весом мормышки и особенно при ловле на гвозди этот старожок выдает очень такую четкую гвоздящую игру и очень часто такая манера игры мормышкой соблазняет порой самую неактивную рыбу старожки эти бывают разных длин также вот есть еще более длинные старожки такие вот но это я думаю на безветренную погоду зимой будет самое то что-то как-то с рыбой непонятно что случилось видимо включил камеру и она перестала интересоваться мормышкой я буду дальше пробовать перевязать и пытаться ловить я попробую муравья плотва должна любить муравья обычно плотва на муравья хорошо ориенирует сейчас посмотрим кот муравей красивый сейчас проверим будет ли им интересоваться рыбка соблазнилась но это не крупно это мелкая таких я сегодня просто вышвыриваю подальше рыбки очень быстро надоедает мормышка поэтому сейчас ну взял удочку чертиком и все попробуем на черта поймать мелкая опять это поклевающая была сейчас только чертик опустил оооо вот это ребята карась вот это сорожка глянула вот это сорожка глянула о как схватила вот черта мощно ооо какая красавица еще один батончик ооо ооо Красавица. Есть. Батон. Капец. Вот это да. О, какая. О, какая плотва. Класс. Ух ты, убежал. Хороший лопань был. Серьезнее. Ой. Вот это да. Батон еще, ребята, кошмар. Сейчас вам покажу, какого размера рыбка. Я тут недавно стал счастливым обладателем красивого ножа якут. Давно себе такой хотел. Вот такого вот. От мастерской. От мастерской. Барк. Вот такой вот ножик. Такая царова 200 грамм. Сто процентов. Вот рука. О. Ну просто, чтобы вы понимали, какая рыбка клеет. Вот. Ножик классный. Сейчас. Куда попрыгал это. В общем, вот такой вот ножик, ребята. Не стал я брать нож из дамасской стали. Потому что такой мне нравится намного больше. Его красивый. Окояточка из дерева. Ну такой походный ножик. Утилитарный. Классная вещь. Отлично сделан. Прослужит долгие-долгие годы. Вот. Ножны тоже кожаные в комплекте. Пришел он мне, кстати, в деревянной коробочке. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая деревянная коробка классная. Вот. Паспорт тут. Масло. Ну и инструкция по уходу за ножом. В общем, вот, ребят, такой вот ножичек. Кому интересно, оставлю ссылку в описании. Проходите, смотрите. Давайте еще кого-нибудь поймаем. Пойдет, пойдет. Сумасшедшая девка какая. Ну. Вся б такая клевала. Было бы вообще удивительно просто. Везумительно было бы просто. Главное, что заметил, было бы просто. Бывает. Сорога крупная попадется. А вообще вытаскиваешь ее. Чувствуется, что есть какой-то вес. Вот. Но почти не сопротивляется. А бывает попадется поменьше. Но. О. Ну. Такая бойкая. Что же прям и леска там трещит и все остальное. Вот сейчас казалось бы рыбка мелкая. Сопротивлялась практически как предыдущая. Вот. Ого. Есть. Остановила. Мелкая. Молодец. Что друзья. Пришла пора подводить итоги сегодняшней рыбалки. Отловился я сегодня неплохо. Половил немного окуньей на спине в начале дня. Потом приехал. Как вы уже знаете. Прицепился тут к дереву торчащему из воды. Закормил. Закармливал сухарями обычными. То есть ничего не мудрил. И начал рыбалку на безмотылочку. Отработал у меня сегодня чертик. Отработал у меня сегодня сырный кубик. И отработали у меня несколько мормышек наподобие муравья. Рыбка клевала разная. Клюнула даже шурогайка. Но ее к сожалению я не отснял. И поэтому показать я вам ее не смогу. Клюнула несколько хороших платвиц. Но в основном рыбка клевала конечно мелкая. Но я думаю что сюда на это водохранилище я обязательно приеду уже зимой. Надеюсь что это водохранилище не заглохнет. Когда будет сковано льдом. Ну и попробуем здесь кого-нибудь половить. Потому что одно дело когда ты сидишь и безмотылишь с лодки. А другое дело когда ты вооружен буром. И можешь в любую точку уйти и спокойно ловить. И никакой ветер и никакая качка тебе будут не страшны. Показал я вам сегодня новые кивочки лавсановые. Определенно для тех людей кто любит рыбачно лавсановые кивки. Стоит попробовать эти кивки. Потому что они хорошо играют. Потому что они качественно и аккуратно сделаны. Достаточно продуманы. Сегодня последний денек когда такая теплая хорошая погода. А дальше по календарю уже начинается самая натуральная осень. Поэтому я думаю что в следующие видео мы с вами уже будем делать подготовку к зимнему сезону. Ну и потихонечку начинать вливаться в пору льда. Отдохнуло сегодня хорошо. Чего и вам желаю. Всем нехвастанье чешуи. Крепкого здоровья. И увидимся в следующих видео. Поехали.